Всем доброе утро. У нас время 7 утра. Семь же или шесть? Маша? Семь. Семь. И мы уже... Короче говоря, я еще не спала, а дети уже встыли. Решила развесить на улице белье. Может, быстрее высохнуть. На улице солнышко там такое появилось. Ну, я решила развесить. Всем еще раз доброе утро. У нас время 11 часов. Я иду на автобус, потому что я сегодня записана в парикмахер. Видите, как я вся бросла? Едем, едем подстригаться. Ну и посмотрим, что еще там смогут меня сделать, чтобы более-менее быть красавой. Дети еще спят. Я сегодня всю ночь опять не спала. Не могу. Состояние какое-то у меня не стояние. Ладно, идем на автобус. Погода на улице чудесная. Не холодно, не жарко. Самое то, ребят. Вообще классно. Прям вообще таз. Сходила я в парикмахерскую. Вот такая вот теперь я. Дорогие друзья, пришла домой. Вот такая вот у меня новая прическа. Пишите ваши комментарии. Также сделали мне брови. И почему быстро видео засняла, когда я прическа тут плохо стала. Я до остановки еле дошла. Потом села и поехала домой. Поэтому вот так вот. Купила алоэ напиток. Сейчас деткам разолью. Также взяла молоко. На этом берите, пожалуйста. И хлеб три булки. Ладно, еще там в сумке. Потом покажу, что в сумке еще. Сейчас детям алоэ разолью и вернусь к вам. Так, дорогие друзья, что еще взяла? Сейчас покажу. Взяла себе специально для моих волос спрей специальный и шампунь. Для того, чтобы тонировку делать, в парикмахерской сразу купила. Так, вчера забыла найти, что еще показать. Купила вот такую приправу, чтобы полить свеклу, морковку. Ну вот, короче, все такое. Дальше тут каталог магнитовский. Девочка взяла резинки. Вот такие вот резинки постоянно, ребята, ищу. Потому что другие резинки, у них путаются волосы. Постоянно беру вот такие вот резиночки. Они хорошо вот это вот тянутся. Машенька, держи. Ну, пускай тут лежит. И также мы нам, нашей маленькой собачке, нашли какого-то жучка наподобие клеща. И поэтому я вот такое вот ей средство взяла. И также, как называется, старт для укладки волос еще взяла. Вот такие вот, в целом, все у моей покупки были. Маша, это чё взяли? Фух. Сейчас подулягу, то мне очень плохо. Дорогие друзья, мы с Машей... Что-то у меня волосы дыбом как-то стоят. Мне не нравится. Это из-за ветра так вот оно. Короче говоря, мы с Машей пошли на почту, да, Маша? Заберем посылку. Там у нас посылка пришла на обзор. Одна штука пришла, об этом вы узнаете попозже. А потом с Машей поедем встречать. Ну, она встретит документ. Да, Машка? Ладно, идем на остановку, на почту. Опять вода оттуда идет. Там у нас опять полной воды. И никто ничего не откачивает. Ладно, идем на почту. Ну, на улице вообще хорошо. Маша, так вообще вам по-летнему одета, да, Маш? В костюмчике. Ладно, шагаем потихонечку. Надо забрать посылку. И все. Больше посылки нет. А, я потом зайду еще укроп накупить. Укропа нету. Там, по идее, свой на грядке есть. Но он маленький, мы дадим ему порасти еще немножко. А мы хотим окрошку сделать. Для окрошки нужен укроп. Сейчас, пойдем сначала укроп купим, а потом уже пойдем на почту. Мы приехали с Машей в горы. Да, Маша? Маша, покажи, что ты взяла. Куросаны. Сейчас на автостанции покушаем. Перекуси, да, Машка? Прогуляемся. Перекусим. Короче, гуляем везде, где можем. Только с Машей отдыхаем. Решили отдохнуть. Выехать в город. Зашли в магазин, пить взяли. И гуляем по городу. Слушайте, так хорошо на улице. Мы с Машей идем потихоньку, смотрим, то там ветки валяются, еще там валяются. Последствия урагана все еще местами не убрали. Да? Это садик у нас. Ладно, идем дальше. Пипец самочувствие. Жарко, хорошо. У меня волосы как-то неудачно опять легли. Сейчас покажу что-то. Видите, последствия урагана здесь ветки. Здесь ветки все еще лежат. Никто не убрал. У нас ураган прошелся, поломало все везде. Говорят, не знаю, правда, не правда, но якобы машину даже деревом придавило. Ну вот я такого не видела, конечно. Ну вот в группе писали, что придавило. Дерево упало прямо на машину. Ну вроде никто не пострадал, слава тебе, Господи. Это вот детский садик у нас тут в городе. Там речка вдалеке есть, но мы туда не пойдем. Ты, говорит, туда не ходи, ты сюда ходи. Снег башка попадет, совсем плохо будет. Вот и мы. Туда и не пойдем, а сюда и пойдем. Ой, как хорошо на улице. Благодать. Мы дошли до стадиона. У нас на стадионе ремонт делается. Видите, какая красивая. Раньше было блесло все здание, а сейчас красивое. Встало. И мы уже здесь, там вот с трех ребят. В футбол играет мужчина какие-то. Или пацаны, не знаю. Сдалека не вижу. Очки не одела, ребят. Вот очки купила, верите, нет и не ношу. Дома только одеваю, когда что-то за компьютером делали. Вот так в мелкую читаю или что-нибудь. А так нет. Качество стекла, конечно, в фикс-прессе вообще плохое. Мне не нравится, но... А так в целом нормально. Очки носить можно по сути. Ну, качество стекла, конечно, полная фигня. Но ничего. Вроде носим что-то потихоньку. Хорошо здесь, благодать. Вон там стадион. Там есть специальные эти турники, да, заниматься. Сейчас пойдем зайдем с Машей вот в этот магазин посмотрим. Что там, да, Маша? Гуляем с ней. Как тебе прогулка, Маша? По городу. Вон тут тоже ветки валяются. Видишь, обломанные тоже все еще не убрали. После урагана. Знаете, это вот как вот в том городе завалило. Водой залило, а у нас тут ураган прошелся. Почти-ка обязательно у вас погода. Маш, покажи, что взяла. Мороженое. Мы за последние два дня, наверное, штук сорок уже, наверное, мороженое покупали. Дети все по мороженому ударяют в такую жиру. Напишите, чем вы спасаетесь от жиры. Фу, жарко. Здесь вот у нас делают лимонад вишерский наш. Да. Здесь еще один цех, по-моему, у них есть, насколько я знаю. Аптека наша стоит. И там автостанция. Уже. Раньше вот здесь была детская аптека. Но это здание старое. Сейчас вот оно разбирается, что ли. Или что-то делают. А, там делают что-то. Я тоже пошла туда не было. Ну, мы когда-то ездили сюда. Это двухэтажное здание было. А сейчас все в городе сделали. Это больница была. Ну, вторая больница была. Вот это вот аптека. И вот там автостанция. Мы сейчас на автостанцию пойдем. Так. Это... Этот... Туризм, спором, туризм, рыбалка, перекат, магазин. Во. Вспомнил он название. Вон написано. А мы идем на автостанцию. Будем сейчас сидеть. Там ждать. Нам должны документы передать с Перми. Вот такие вот дела. Сидим, ждем. Пермский автобус. Да, Маш? Вкусное мороженое. Не такое, как мы брали, да, у нас там? Ну, а необычное. Носли мы конфеты наши любимые. Забрали сразу всю банку. Ну, остальные покупки дома уже покажем. Да, Маш? У тебя коленка такая ободранная. Ты когда упадет, Ло, успела? И сама не помню, да? Все понятно? Ладно, ребят, сидим, ждем. Автобус. Документы заберем, а домой поедем. Дорогие друзья, сегодня у нас пришла вот такая вот огромная посылочка, за которой мы с Машей ходили. Скоро будет. Я ее протестирую, а потом вам обзор уже покажу. Если будет интересно, то ждите, ждите. Видео будет скоро. Давай, Маш, пакет. По очереди мы с Машей съездили в город. Как вы видели, прогулялись. Что купили? Куросанчики. Вот такие вот на пробу. На, Маша, иди всем открывай. Давай сразу. Орешки со стущёнкой чуть-чуть. Увидела деткам любимые их на конфеты. Вы меня хоть постоянно и ругаете. Настя, не бери. Зачем? Пусть дома будут конфеты. Взяла, сразу забрала все конфеты, потому что дети их обожают. Поставлю, пусть стоят, будут брать, когда захотят. Дальше. Ну. Туалетная бумага. Туалетная бумага. Блогер туалетной бумаги. Ну, это шутки, ребят. Просто дома заканчивается, пока никак не получается есть, поэтому пустучно берем. Дальше. Кетчуп, Маша, говорит, закончился, взяли. Зелень. У нас своя маленькая, укроп по причастности маленький, поэтому мы пока даем ему подрасти, а потом уже. И увидели по акции по 59 рублей. Взяли две бутылки, аж им очень понравился такой этот алоэк тут. Оксана, ты так стало хорошо? Дальше что я взяла? Завтра хочу, ребята, сделать блинчики на новой сковородке. Будем с вами ее испытывать. Поэтому взяла... Что молока? Шесть, шесть литров молока. Так, раз, два, три. Шесть литров молока, да, я взяла. И бутылку сгущёнки. Завтра будем с вами весь день стряпать блинчики на новой сковородке. Посмотрим, как она у нас работает, как вообще на ней будет жариться. Блинчики получатся маленькие, аккуратненькие и должны быть вкусными. Но они у нас всегда с вами получаются вкусными, поэтому, если интересно, оставайтесь тоже. Вот такой был влог. Сейчас мы будем, папа, пока мы ездили в город, сварил картошку с яйцами. Будем резать окрошку. Будет сегодня у нас на ужин вкусная-привкусная окрошка. Ладно, идем готовить.